ОМТВ ЮЭЙ ПРО ГОЛОВНЕ Ночью был нанесен удар по военным аэродромам Балтимор и Борисоглебск, Воронежская область. А также местные паблики сообщают о 10 прилетах по военной авиабазе «Савослейка» в Нижегородской области. Утверждается, что перекрыт проезд в село и город Кулебаки, в котором она находится. По предварительной информации, десятки прилетов. Еще один на «Савослейку» идет. Как они заебали! Министерство нападения Рашистской Федерации отчиталось, что якобы сбили 117 беспилотников. В то же время авиаагент «Бомбер» рапортует, что украинцы результативно атаковали три аэродрома на территории бывшей России. Отметим, что на Балтиморе базируются Су-34, применяющие КАБ, в Борисоглебске штурмовики Су-25, а на «Савослейке» МиГ-31К носители ракет «Кинжал». Это триумф русского оружия, это триумф русской армии, это возрождение России. В СУ захватили уже 74 населенных пункта в Курской области и заняли территорию площадью 40 квадратных километров. Об этом Зеленскому доложил главнокомандующий в СУ Александр Сырский. Зеленский в ответ заявил о подготовке неких гуманитарных решений для занятых территорий и сказал про пополнение обменного фонда. По его словам, в Курской области в плен сдались сотни российских военных и обещал для них гуманное отношение. Вот карта боев в Курской области. В СУ занимает большую часть города Суджи и поселок Махновка. Украинская армия продолжила наступление на сейр от Суджи, продвинулась в направлении Льгова и западнее в сторону поселка Коренева. Вчера вечером в сети появились фото украинских военных в селе Плехово. Оно находится южнее Суджи. А утром ЗЭД-пропагандист Юрий Подоляко сообщил, что в СУ заняли три новых села – Ольговку, Малую Локню и Кругленькое. В Белгородской области дроны повредили квартиру в жилом доме и линию газоснабжения в Шебекино. Губернатор Гладков объявил в регионе чрезвычайную ситуацию. Ежедневные обстрелы стороны вооруженных сил Украины, разрушенные дома, раненые, погибшие мирные жители. Поэтому принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня с последующим обращением в правительственную комиссию с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию в федеральном уровне. А пару дней назад Гладков докладывал Путину, что в Белгороде все стабильно. В приграничных районах ситуация тоже улучшалась. И даже обещал отправить домой эвакуированных людей. Но вот за ночь оптимизм Гладкова поутих. Почему именно, непонятно. А некоторые анонимные телеграм-каналы пишут, что ночью ВСУ попытались прорваться в Белгородскую область в Краснояружском районе. Но никаких подтверждений этому пока нет. А тем временем Россия перебрасывает в Курскую область все новые силы. Из Петербурга насильно вывозят отказавшихся воевать под Курск. Родственники военных говорят, что таких как минимум 500 человек. Позавчера вечером мужчину везли на военный аэродром, откуда 150 человек отправили на полигон в 8 километрах от Курска. Остальных в каком-то другом неизвестном направлении. Причем отправляют даже тех, кто непригоден к службе по возрасту или даже имеет инвалидность. На прошлой неделе так стало известно, что призывников из Иркутской области тоже готовят к переброске в Курскую область. В самой Курской области ситуация не лучше. Там сначала солдат-срочников эвакуировали с приграничных территорий. Обещали ведь, что они не принимают участия в боевых действиях. А теперь заставляют подписывать контракты. Обещают льготы и боевые. А если не соглашаются, запугивают судом. Родственники срочников, очевидно, бьют тревогу и пытаются придать максимальной огласке то, что происходит. Вот родственники солдат из 80-й мотострелковой дивизии уже бьют тревогу в соцсетях, что в воинской части вовсю готовят курские батальоны. По словам одной из матерей, об отъезде в Курскую область ее сыну сказали сразу после того, как 3 августа он принял присягу. По данным некоторых журналистов, родственники написали заявление в военную прокуратуру и создали петицию на имя президента. Но понятно, что Путина все это совсем не волнует. Главное, чтобы воевали. Приветствую всех. Программа «Деньги от Апостола» успешно работает более 8 месяцев. Я плачу деньги за информацию, которая поможет нам приблизить нашу победу. Я хочу, чтобы мне написали русские военные, рядовые офицеры, старшие офицеры, кадровые, мобики, бывшие заключенные. Мне, по сути, все равно, с кем иметь дело. Меня интересует информация, как оперативного уровня, так и тактического уровня. Куда вы бежите в атаку, сколько вас человек и так далее и тому подобное. Где находятся ваши склады, где находятся еще различные всякие военные темы. БК, техника. Также интересует информация от спецслужб. В частности, если у вас на связи находятся наши предатели военные, независимо от их уровня, начиная от рядовых и заканчивая бригадными генералами, напишите мне. У вас ждет приятная сумма денег, если информация подтвердится после проверки. За предателей из рядов вооруженных сил я плачу 5 миллионов рублей. За предателей из СБУ я плачу 10 миллионов рублей. За предателей из других наших силовых структур, таких как ГУР, я плачу 15 плюс миллионов рублей. Пишите мне, я всем отвечу. Не верьте каким-то ботам. Раз, у меня нету ботов. Два, я никогда не пишу первый, без договоренности три. Если вы сотрудник какой-то госкорпорации, имеете какое-то отношение к высоким технологиям, тоже пишите мне. Контакты. Сегодня ВСУ в Курской области для ударов западными управляемыми авиабомбами начали использовать авиацию. Массированному обстрелу подверглась Теткина сплошной линия фронта, при этом не существует.